приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео поговорим с вами про ивент на гк вы у меня спрашивали когда он будет что там ничего не понятно расскажи так вот на европе у вар гейминга вышла новость про новый экспериментальный режим который называется маневры с 14 августа по 28 августа а это получается две недели в принципе как и было вроде две недели ничего не тут не поменялось у лесты пока не понятно что будет происходить но возможно будет тоже самое пока что немногие режимы и немногие события у лесты отличаются от варгейминга поэтому пока что в голове понимаем что возможно будет тоже самое поэтому нужно разобраться что это и так для начала вспомним что такое ивенты это целыми днями играть там две недели целый месяц короче ты превращаешься в батрака который целыми днями сидит как собака на привязи возле компа и ждет когда там будут какие-то бои то там перерывы по чуть-чуть то по полтора часа то там бой вышел ты сыграл то бой за боем играешь чтобы и накладываются то где-то там ничья и у вас бои откладываются короче там вот это чепуха с боями это что ты сидишь целыми днями возле компа это просто капец какой-то тем более лето жара это ужас эти ивенты на и к я честно скажу я почти все танки за гк получил причем не на аукционе а именно просто получил это до того муторное занятие и после того как ты танк получил ты вообще нифига не рад и вообще радоваться всем этим ивентом очень сложно поскольку ты просто как выжатый лимон не хочешь в это больше никогда в жизни вообще заходить и участвовать это просто ужасно вот в принципе две проблемы ожидания между боями и то что это сильно долго и ужасно как будет проходить эти маневры ваш клан выбирает prime time 2 часа и в эти два часа он получает очки в остальное время может играть но очки не будет получать все очень гениальное решение почему нельзя было так сделать раньше зачем нужно было целыми днями сидеть и мучиться я не понимаю вообще гениально все гениальное просто также еще бои там будут 10 минут ибо и не 15 на 15 а 7 на 7 также если у вас еще в бою танки слились они считаются мертвыми в следующем бою когда вы их берете они не приносят очки не вам не вашей команде поэтому такие танки не стоит брать нужно танки менять на те которые не сливались в боях на ивенте на этом либо же нужно будет их чинить я так понимаю чтобы получить рем ресурсы за которые будут танки чинить нужно выигрывать бои продвигаться по этапам и когда вы уже упрете что у вас танки кончились нужно сбросить этот прогресс и за это вы получите рем ресурсы и следующий раз вы дойдете дальше поскольку вы сможете еще танки чинить гениально получается такой круговорот задротство каждый раз проходить вы будете все дальше дальше получая эти рем ресурсы как по мне давно надо было сделать так что ты просто пришел вечером откатал два часа плотно и все вы по этой прогрессии идете вверх если вы выигрываете если вы проигрываете не идете вверх все у вас там накапливаются какие-то очки вы занимаете какую-то позицию потом в конце через две недели в зависимости от вашей позиции и отличных очков у каждого игрока вы получаете свои награды и все зачем там вот эти какие-то ставить бои туда-сюда ну и кстати еще вот эти клановые боевые резервы воодушевление арт-обстрел большегрузный транспорт это все будет отключено также будут отключены легионеры в общем суть будет следующее 7 на 7 собрались на десяточках два часа отыграли меняем танчики если они слились стараемся не сливать танки меняем людей если у них кончились танки ну и как-то так видимо задумка такая ну и само собой награды снова те же самые шесть танков за глобальную карту объект 907 121 б м60 т95 е6 кару д комби бомбуш мамбу 45 т вк 72 01 к также там еще в наградах есть боны дни прям аккаунта серебро члены экипажа брошюрки личные резервики 8 стилей за глобальную карту 2d и еще есть 3d стиле на м60 и на вк 72 01 к в такой иван на гк я бы наверное поиграл и взял бы наконец-то самый лучший танк за глобальную карту вк 72 01 к поскольку все помойные танки которые заяка есть я взял а единственный нормальный не взял потому что у меня беды с головой в принципе вот и вся инфа за глобальную карту за ивенты я надеюсь что у нас будет тоже такое единственное что интересно было бы послушать топ кланы что они про это все думают то что я как игрок думаю это конечно интересно но в глобальном плане так себе будут ли в это играть топовые роты топовые полевики топовые кланы будет ли она им интересно либо же это все рассосется и в это будут в основном играть обычные челики которые из рандома просто вступили в какие-то рандомные кланы сбились в кучке и катают по прикольчику лишь бы танчик получить на что это будет в общем плане выглядеть я не знаю посмотрим пишите свое мнение в комментариях с вами был варчик играть красиво всем удачи пока удачи пока Субтитры сделал DimaTorzok